всем привет на связи синий маньяк и это новый выпуск кратк новостей погнали фанаты фильмов marvel могут начинать отсчитывать дни в скором времени а именно 11 июня состоится премьера сериала локи на disney плюс в центре сюжета будет находиться бог обмана по имени локи брат тора бога грома ожидается что сериале будет много перемещений во времени в разные периоды человеческой истории своей роли вернется том хиддлстон а также появятся новые персонажи в исполнении оуна уилсона гугун бат роу софия де мартина и ричарда гранта и других режиссером проекта выступила кейт херон а еще на днях глава marvel studio кевин файги заявил что кроме третьей части дэдпула marvel не планирует разрабатывать какие-либо другие проекты с рейтингом р вслед за латиноамериканской актрисой взятой на роль супер герл в предстоящем сольники флэша новость о которой вы можете увидеть вот в этом видео стало известно о первом латиноамериканском герое dc синему жуке ангель мануэль сота поставит одноименный супергеройский фильм производством которого естественно займется студия warner brothers синий жук является одним из старейших супергероев комиксов впервые появившись на страницах в августе 1939 года в комиксе мистер мэн комикс номер один издававшимся fox комикс за долгие годы права на него принадлежали разным изданиям но в итоге ими завладела dc комикс однако предстоящий фильм расскажет о наиболее новой версии персонажа появившийся в 2006 году это будет история американо-мексиканского подростка по имени джейми рейс который возвращаясь по дороге из школы домой вместе со своими друзьями находит синего скорбей разумеется он приволокит забавную штуковину домой не понимая каким последствиям это может привести и чтобы вы думали конечно же ночью этот жучара оживает и вживляется в основании позвоночника юного собирателя подзрывных вещей так главного героя появляется инопланетная броня синего цвета приумножающая его силу и скорость а также появляется способность отращивать оружие крылья и щиты кто же сыграет главного героя пока неизвестно а съемки картины стартуют уже в этом году звезда вестсайской истории стивена спилберга начинающая 19-летняя латиноамериканская актриса колумбийского происхождения рэйчел зэглер заполучила ключевую роль во второй части шазама правда подробностей пока нет кролик главного героя вернется за королевай сценарий написали генри гайден и крис морган вторая часть шазама продолжит историю подростка били бетсона которые произнеся волшебное слово получают целую пачку суперспособностей мудрость соломона силу геракла выносливость атласа мощь зевса храбрость ахиллеса и скорость меркурия но при всем при этом главный герой продолжает вести себя как ребенок дэвид сандберг приступит к съемкам уже в мае а премьера намечена на лето 2023 года к слову сказать съемки фильма черный адам одно из врагов шазама стартуют уже 12 апреля в атланте и продлятся до 20 августа о чем и сообщил исполнитель главной роли дуэйн скалад джонсон warner brothers и дисси перезапускают супермена джей абрамс совместно с ханной мингелой спродюсирует новый фильм под лыблом бэт робот сценарий напишет журналист и писатель то нехиси коутс автор многих историй про черную пантеру вернется ли генри кавилл кроли супса непонятно но по данным некоторых инсайдеров это уже не произойдет а поскольку то нехиси коутс известен своими работами о социальных проблемах афроамериканского населения то можно предположить кого пророчат на главную роль возможно за основу будет взята история супермена с земли 23 из мультивселенной дисси комикс как он такая новость пишите в комментариях свои мысли по этому поводу никелодиан входящий в конгломерат веком cbs основал целое новое подразделение аватар studios который призван расширить вселенную мультсериалов легенда об аанге и легенда о корре первым проектом аватар studios стал полнометражный анимационный фильм продолжение культового мультсериала от никелодиан его разработкой займутся создатели оригинального шоу майкл данте де мартина и брайан канецко что будет представлять из себя конечный продукт сиквел спин-офф или приквел пока не ясно но его производство стартует уже в этом году контент выходящий из-под пера аватар studios будет транслироваться на стриминговом сервисе paramount плюс который ранее назывался cbs all-access и перезапуск которого запланирован на 4 марта напомню что материал легенды об анги впервые был показан в 2005 году и стал мега популярным он состоял из трех сезонов а спустя несколько лет вышло продолжение легенда о корре события которого разворачивались спустя 70 лет после финала первого все тот же конгломерат веком себе с объявил что сериал хэйло выйдет в первом квартале 2022 года и только на новом стрим-сервисе paramount плюс напомню что главные роли в шоу сыграют следующие актеры пабло шрайбер в роли мастера чифа джен тейлор в роли картаны и наташа мак элхоун в роли доктора кэтрин халси был представлен первый взгляд на си джай ребут мультсериала ох уж эти детки в озвучение которого принимает участие оригинальный состав проекта напомню что оригинальный сериал ох уж эти детки выходил на телеканале никелодиан с 11 августа 1991 года по 8 июня 2004 года его созданием занимались арлинг ласки габар чупо и пол джермейн шоу получило множество наград в том числе 4 премии эмми и звезды на голливудской аллеи славы премьера перезапуска ожидается на потоковом сервисе промоунт плюс да да и да мы говорим все про тот же промоунт плюс который объявил разработки прикола к фильму кладбище домашних животных 2019 года снятого по одноименному роману стивена кинга напомню что по сюжету главный герой луис крид со своей семьей уезжает в новый дом на обочине скоростного шоссе где неподалеку раскинулся лес с кладбищем домашних питомцев после того как кота кридов задавил грузовик луис тайком от родни закапают его в лесу среди прочих могилок после чего кот заявляется домой но ведет себя очень странно когда же под грузовиком трагически гибнет его маленький сын крид проделывает то же самое и с ним к сожалению никаких подробностей будущего проекта пока не раскрывается напомню что фильм 2019 года сумел собрать кассу 113 миллионов долларов при бюджете в 21 миллион кстати фильмы кинокомпании промоунт пикчерс например такие как тихое место 2 премьера которого намечено на 17 сентября и миссия невыполнимо 7 ожидать который стоит 19 ноября будут выходить на стриминговом сервисе промоунт плюс через 45 дней после театрального релиза режиссер нил бломкамп приложивший свою руку к созданию таких фильмов как район номер 9 элизиум и робот по имени чапки сообщил на своей страничке в твиттере что готовить сценарий для района номер 10 помогать бломкампу будут шарлта копли сыгравший главного героя в викуса ван де мерве в районе номер 9 и тэрри татчелл с автор сценария района номер 9 и робота по имени чапки других подробностей на данный момент пока нет напомню что в оригинальной картине 2009 года пришельцы покинули родную планету и стали беженцами на земле и пока человечество размышляло к чему все это может привести инопланетных гостей поселили в южноафриканском районе номер 9 где они стали изгонями общества терминатор отправляется нет не в прошлое на этот раз в жанр аниме студия skydance совместно с нетфликсом займется созданием аниме сериала по терминатору шоураннером проекта выступит мэдсон томлин сценарист нового бэтмена от мэтта ривза рисовкой будет заниматься японская студия продакшн айджи разработавшая аниме вставки для убить билла квентина тарантино сериал находится на начальной стадии разработки так что детали сюжета пока неизвестны всего франшиза терминатор насчитывает шесть полнометражных фильмов в сумме собравших более двух миллиардов долларов в мировом прокате а также один сериал роусон маршал тербер известный по фильмам небоскреб им и миллеры заменит дэвида личи на посту режиссера экранизации видеоигры том клэнсис дивизион главные роли исполняют джек джилленхолл и джессика чистейн действие игры разворачиваться в недалеком будущем когда по миру из-за бумажных денег во время черной пятницы дня наиболее массовых покупок в году распространился смертоносный вирус убившие миллионы в обществе начинается пандемия и на улицах цвет хаос но не все еще потеряно в центре нью-йорка появляется команда специальных агентов которые работают среди гражданских чтобы спасти планету от вируса дата выхода пока что не раскрывается например состоится на стрим-сервисе netflix студия скрин медиа выкупила международные права на прокат 4 части фильма ужасов джиперс крипперс продолжение получившие название джиперс крипперс возрождение ждем осенью этого года режиссером выступил тима ворон соло а сценарий написал шон майкл арга события фильма будут развиваться в городе луизиане где впервые проводится фестиваль ужастиков куда приехали сотни гиков фриков и закоренелых поклонников страшилок со всего мира среди них оказывается парень по имени чейз который тащит собой свою девушку лайн по мере приближения события у лайн появляется предчувствие и тревожное видение словно она джедой какой когда фестиваль начался и превратился в безумие лайн поняла что участники вызвали страшное существо по имени джиперс крипперс а сама она находится в самом центре кошмара закрытый телеканалом шоу тайм криминальный сериал с левым шрайбером под названием рей донован вернется полнометражным фильмом шоу рассказывала о жизни специалиста решающего нелегальные проблемы звезд параллельно разбираясь с драматическими делами в собственной семье грядущий фильм напрямую продолжит события заключительного сезона заодно приоткрыв и прошлое героя сценарием ли ленты занимается сам шрайбер и шоураннер дэвид холлендер который выступит также постановщиком все основные актеры должны вернуться к своим ролям похоже картина полностью завершит историю донована и дальнейшего продолжения скорее всего уже не будет а теперь по мелочи премьер мультсериала звездные войны бракованная партия состоится в традиционный день звездных войн то есть 4 мая на стрим-сервисе дисней плюс его герои клоны из экспериментальной партии которые в силу определенных генетических особенностей обладают уникальной эффективностью действие сериала будет разворачиваться после событий описанных в сериале звездные войны войны клонов том холкинборг известный также как джанки xl поправьте мне если я неправильно произнес напишет музыку для фильма фьюриоса приквела боевика безумный макс дорога ярости события которого расскажут о молодости бесстрашной воительницы дисней выпустит переиздание фильмов чужие чужой 3 и чужое воскрешение в разрешении 4к переиздание всех трех фильмов выйдет в онлайн кинотеатры дисней плюс а также его региональной версии star а в 2022 году их выпустят и на блю-рей отечественная фэнтези лента конек-горбунок стала лидером проката в период с 18 по 21 февраля и собрала 285 миллионов рублей в основе сюжета лежит известная сказка петра ершова а на этом у меня все если данное видео вам было полезно ставьте лайки пишите комментарии и делитесь друзьями до новых встреч всем пока